Всем привет! Сегодня у нас небольшое видео о том, как был бейбизм, иногда помогает сделать хорошие вещи. Первое. Я хотел якутский нож. Не было возможности ковать, поэтому была вроде более-менее нормальная столюга. Я решил попробовать выточить. Вроде бы все хорошо, нож достаточно неплохо показывает результаты на деревьяхе, на рыбе. Но некоторые вещи меня смутило. За счет свойства столюги режущая кромка немного замыливалась. Соответственно, в случае, если порезать надо какой-то пакет, или мясо, или помидоры филиграном тонко разделать, мне очень это устраивало. Соответственно, захотелось мне сделать что-то более серьезное. Появилось, пришло лето, появилась другая возможность. Появилась возможность ковать. Соответственно, сначала я решил попробовать сделать нож из пружины амортизатора от Hyundai AX35. Но в силу своего долбоебизма, невнимательности и того, что я не все, что нужно было, посчитал, в итоге я сломал. Было как дело. Закорил на отработку, клин повело, решил выправить. Не, чтобы почитать, как все это правильно делать, я решил зажать приспособу, которая примет. Короче, клин разлетелся на 7 кусков. Думаю, не беда. Нашел подшипник ШХ-15 и столюгу ШХ-65Г. Соответственно, взял, отковал, по своему, опять же, раздолбайству, перепутал стороны и получился дол не с той стороны, с которой нужно. Слушай, поскольку я прошел, должен был быть долл с правой стороны, долл оказался с левой стороны. Ну, моя фигня, война. Взял ШХ-65Г, проковал, сделал как надо. Стал пробовать закалить на отработку, после того, как слесарил. Не калится. Померил твердость на работе, на твердом мере. 25-30 единиц. Думаю, что-то здесь не так. Попробовал перекалить. Написал в форуме, народ мне пишет. Закали, нагрей до морковного цвета. Как написали, да и истинно морковного цвета, не до ГМОшного, чтобы было все хорошо. Нагрел. Ничего. Так и пробовал, наверное, с каждым клинком раз 10-15. В итоге мы оставались плачевны. Твердость не набиралась. Решил попробовать сменить среду. Взял на воду. 65Г на воде. Естественно, порвало. Я, правда, про это забыл, что порвет. Ну, ладно. Один клин, в итоге, я посмотрел зерно. Зерно оказалось чуть больше, чем должно быть. Соответственно, я подумал, до морковного цвета, наверное, это много калить. Из ШХ-15 клин не порвало. И решил попробовать сменить закалочную среду. Надыбал трансформаторное масло. Нагрел. Сделал все как надо. Думая, что я делаю отпуск и нормализацию, оказалось, что я сделал высокий отпуск. То есть я накидал в мангал дров и поджег, закинул клин. Чтобы думал, там нормализуется структура, все выровняется. Оказалось, что это ерунда. Оказалось, нам немножко по-другому. И как раз в это время у меня были пары по материаловедению. Я общаюсь с людьми, я понял, что я сделал. То есть я создал цементитно-перелитную структуру. После чего я нагрел до закалочной температуры. Где-то в 850 градусов плюс-минус 50. Точно я сказать не могу. Но все это не умею определять точно. И минут 15 где-то при этой температуре выдержал. Соответственно, добавились зерна аустенита. То есть клинок получил... Есть понятие твердые текущие структуры. Соответственно, аустенит это как раз твердотекущая структура. Что в итоге разбавило немножко цементитно-перелитную структуру. Которая очень твердая и хрупкая. Закалил, сделал отпуск при 210 градусах в 2 часа. Решил проверить кончик клинка на выламывание сосновой доски. Загнал в сосновую доску на сантиметр. Выламывал. И кончик обломился где-то с 10 миллиметра на 4. Думаю, что за верно. Написал на создателя группы Паша Пиданов. Поспрашивал. Он мне подсказал. Говорит, можно сделать то-то, то-то, то-то. Сделал еще раз отпуск в 185 градусов на 1,5 часа. После этого пробовал еще раз. Нормально держит. Вставал всем своим весом на клинок 117 килограмм. На удивление, клинок не сломался. Из-за того, что я пробовал колить на воду, то есть на клинке, видимо, появилась небольшая трещина. И вот здесь небольшие трещины, которые я увидел только под увеличительным стеклом. То есть это дефекты, которые опять же связаны с долгоебизмом. Но если бы не эту упорство, которое в итоге по случайному стечению обстоятельств переросло в получение нужной информации, наверное, я бы не смог добиться результата. И результат получился довольно-таки неплохой. То есть я пробовал строгать нож рубанка, строгает вообще великолепно. Притом нож практически не тупится. То есть все равно его еще надо точить, потому что я после термички его практически сразу заточил, но оказалось, что надо немножко лезвие подранять. Потому что лезвие было поведенное, и пока я его немножко подранивал, то есть тут сама режущая кромка маленько усела. Но тем не менее, результат меня порадовал. Соответственно, после этого маленько отполировал. То есть, не знаю, зеркало видно, не видно, оно не идеальное. То есть есть свои косяки. Но клинк меня тут несказанно радует. То, что все-таки, несмотря на вот эти потуги, которые были вроде чисто такой жесткий долбоебизм, он все-таки перерос в что-то хорошее. Всем спасибо.